всем здарова всем привет вы на канале гамбита здорово ребята вот и да я пропал я пропал не специально у меня серьезно проблемы со светом вот так что если что не серчайте пожалуйста вот пусть а я с утра просыпаюсь такой весь на позитиве думаю сейчас что-то сделаю а у меня нет света у меня нет света ни с утра ни днем ближе под вечер ближе к ночи он появляется я пытаюсь решать какие-то крайне важные дела в дискорде потому что все же типа они как бы отчасти есть в плане партнерства плане всякого остального типа дела появляются моменты вот и уже просто времени на какой-то контент уже не остается поэтому сейчас легкий очерк касательно новой витрины и как видите у меня есть 404 гема которые я с удовольствием потрачу на витрину эсканера и если завтра вдруг произойдет чудо и у меня с утра будет свет организуем прокрут на стриме если нету вы извините ждите до вечера только вечером я смогу появиться итак я думаю вы очень много обзоров видели поэтому здесь будет просто исключительно мое мнение оно очень будет очень четко оно внятно мало кто таким будет хвастаться итак первое у нас выходит эсканер сильнейший очень похожий выход на зван эсканера который выходил еще очень давно и скажем так типа персонаж игрался очень долго та же самая идея будет скорее всего с этим эсканером потому что в плане пассивки он получает очень много всяких разных бонусов бурста вы можете все об этом ознакомить скажем так единственное что типа статы героя нельзя будет уменьшить это самый пожалуй важный момент среди всех его пассива там очень много бафов все основной момент нельзя уменьшить статы героя все это основной момент от чего будет отыгрывать зван после чего у нее есть солтаргет который типа чертовски сильный он шотает практически все что двигается все что не двигает он двигает и шотает вот очень сильный скилл который работает от вашего максимального аз если у вас много хп урона больше при том намного больше наводнение на максималках все это скилл ясен вторая это ауешка который можно уже закончить бой когда вас просидели по хп чем сильнее вас просидели по хп тем больше урона здесь будет очень сильный урон а по поводу ультимейта это грубо говоря ультимейт который вайпает весь стол но есть основной момент в плане ультимейта то что типа когда наше хп обращается к нулю мы получаем 1 финальное пламя на 1.6 ультимейте вот которая дает нам выжить либо одну нашу атаку либо одну вражескую атаку по нам вот либо так либо так вот и после этого удара мы умираем все у нас есть одно при втором ультимейте мы получаем 2 финального пламя при 4 при 4 ультимейте мы получаем 3 при максимальном получаем 4 то есть при максимальном ультимейте, нас нельзя будет вайпнуть в наш же раунд. Это очень важный момент. Вот. И в чем именно момент? То есть, вроде бы, как оказалось, это просто скаляться ультимейта. Типа, шестой ультимейт будет вайпать вообще все, что движется. Нельзя будет шотнуть сразу. Вот. Но. Но. Самый важный момент именно как раз по поводу ультимейтов, это то, в каких командах он будет отыгрывать. Мало кто об этом говорил. Но. Если у вас 1-6 либо 2-6 эсканор, вам придется играть в агрессивных командах. То есть, там какой-то люда. Во. Там какие-то типа баф. Вам нужно эсканор реализовывать пока его не убили. То есть, это должна быть какая-то крайне сильно агрессивная пачка, которая позволит эсканору заканчивать ход как можно быстрее. То есть, типа 2 хода, 3 хода это уже прям предел для 1-6 2-6 эсканора для его отыгрыша. Это один из самых важных моментов. Да, вы можете взять 1-6 эсканора и играть им в ПВЕ. Этого никто не мешает. Игра все же больше предназначена для ПВЕ контента. Поэтому в этом плане 1-6 эсканор будет хорошей покупкой. То есть, смысл скрутить его есть. Далее. При 6-м максимальном ультимейте мы можем поиграть уже более контрольно. Потому что мы по факту не боимся особо нашего вайпа. Вот. И от этого эсканор уже будет как-то отыгрывать и можно как-то разыграть грубо говоря проигрышный бой в нашу пользу через какую-то контрольную через какую-то контрольную команду. Например, типа эсканор, светлая, лиска и диана. Почему бы нет? Это весьма будет жирная команда. Там будет, скажем так, не очень много контроля, но очень много статов. Либо через какую-то там контрольную команду. Вот. Это основные моменты в плане ультимейта. Вот. Далее. По поводу витрины. Здесь чертовски много персонажей. То, что выпадет вам то, что вам именно вам надо, скорее всего, нет. Вот. Поэтому смотрите по поводу этой витрины. Сам эсканор очень сильный. Вытащить его одну копию становиться? Пожалуй, нет. Вот. В чем того, что после выхода эсканора, скорее всего, будет еще один фест. Потому что два года подряд предыдущих было так же. То есть здесь может быть так же самое, что будет какая-то новогодняя витрина. Очень хорошая новогодняя витрина. Ее можно будет покрутить. Покрутить 900 гемов. Вот. Одну ротацию. После чего оставьте гемы по третью неделю. И потом уже под конец фестиваля посмотреть, какие там будут витрины. Может, вы туда немного потратите. Вот. Но примерно, типа, около ротации можно на нем покрутить. Вот. После чего можно посмотреть, что выйдет дальше. Если там будет что-то проходняк, вот. Можно докрутить эту витрину. Но, в принципе, ориентируйтесь на третью неделю, потому что там выйдет какая-то витрина. Вот. Скорее всего, это будет нанофорская лист какая-то новая, типа, наверное, синяя. Да. Вот. Которая будет что-то давать. Возможно, это будет стэп гача. Возможно, кстати. Вот. То есть, типа, такого момента. И новогодняя витрина. Мы все об этом помним. Может быть, там какой-то мэй, который будет либо сильно играть со сканором, либо он будет сильно играть со светлой листкой. То есть, такого плана вариации. И если это будет так, это будет фестивальная витрина, она будет идти 4 недели. То есть, тоже примерно это имейте в виду, скажем так, при прокруте витрины. Вот. Гриэмор. Просто банальный персонаж. Возможно, будет играть в гильдбоссе. Вот. В ГБ. Вот. Возможно, в нем есть будет потенциал. Но, типа, ультимейт все равно будет 1.6. Типа, больше ультимейтов нам не дадут. Вот. После чего у нас будут всякие, типа, интересные витрины, все остальное. Какие-то новые обновления, какие-то новые. Кстати, да. По поводу этого момента. Эти билеты халявные. Они будут выдаваться. Их будут выдаваться очень много. Вы сможете это все дело спокойно забрать. Вот. И, в принципе, получить, типа, нового персонажа для коллекции, для БК. Типа, почему бы и нет. Типа, взять те же самые 8 лямов. Было бы неплохо. Ну, вот. Так же самое, типа, мы ждем уже, получается, сегодня даже. Типа, реворк золота. И еще один основной момент. Сундучки с рюкзака не будут удаляться. Поэтому не переживайте. Потому что у нас на стриме прошла инфа по поводу того, что сундуки будут удаляться. Нет. Если бы они удалялись, они бы удалялись бы отсюда. Так, у нас все же обновления есть награды с сундуками. Сундуки в рюкзаке останутся. Вот. Просто форс алгалис. Мы будем получать не сундуки, а напрямую сразу золото. Это, в принципе, достаточно-таки большой плюс. Ну, вот. Ну, типа, и все. Вот. Типа, степи ги, степи вент. Типа, будут выдавать билеты. Все. Вот. Значит. По поводу обновы. Очень быстро. Очень кратенько для того, чтобы, в принципе, вы все это дело понимали. Обнова будет большая. То есть, если мне получится, повезет днем запустить стрим, это будет шикарно. Если нет, то, я думаю, типа, вечерком уже будет стримец. Вот. Сам по себе персонаж Эсконор смотрится интересно. Он будет играться в много разных формациях. Типа, как его контролить, кайтить. Вот. Это какой-то контроль. Типа, оглушение, окаменение и льда. Это может быть та же самая отмена атаки. Он то же самое. Типа, это все дело боится, пока он, типа, не помрет. Когда он помрет, да. Типа, тогда уже будет, типа, немножко неприятно. Но, типа, к этому моменту мы можем разобраться со всей остальной его формацией. Так же самое по тому, что, типа, демоны сейчас отвалятся. Полностью отвалятся. То есть, например, то же самое, типа, Небула Зелдрис, который считается сейчас одним из основных персонажей на арене. Он никуда не уйдет, потому что другие команды никуда не уйдут. Эсконор не будет очень долго играть в соло игру. Скажем так, будут разные другие формации, под которые будет действовать пассивка Мела. К тому же, его пассивка на уменьшение атаки будет действовать на команду Эсконора, что очень важно, типа, в этом моменте. И вполне возможно, у нас появится агрессивный ультраж Эсконора, что больше похоже на правду, чем нет, потому что, типа, ультраж Эсконора смотрится страшно. Типа, нам нужно играть против Эсконора. Вот. Нам нужно аккуратно играть, типа, не скидывая уешеный атак. Короче, там будет весьма, весьма интересная мета. Мета вокруг Эсконора и команд, которые будут пытаться играть против Эсконора, Против которых можете вполне спокойно сыграть Зелдрис Вот, так что, в принципе, если вы качали демонов То есть, например, того же самого Чюзака выбили Он тоже неплохой персонаж Для Ариэны Зелдрис, неплохой персонаж Для Ариэны Эсканор сейчас будет очень сильным персонажем Как ПП, так и ПВЕ У него огромнейший валуев Вот, так что будем смотреть по поводу обновы И я попробую собрать какие-то пару команд на стримах Сам по себе Эсканор АОЕшка Под финалочку, типа, точка, которая Вайпает формацию, типа, с Более сильным усилением, чем, типа, то же самое наводнение Это смотрится очень сильно Вот, так что, типа, Эска Будет интересным Так что, ребят, добро пожаловать в Эру Эсканора Ну, а я постараюсь уже сегодня, скажем так Хоть как-то осветить Выход нового Эсканора Завана И, да, типа, ребят, основная проблема Это отсутствие света Так что, пожелайте мне света от Эсканора Ивана Вот, не надо никаких светок Потому что девушка моя уже приехала Вот, и она будет очень сильно злиться Если я буду там, типа, говорить о какой-то свете И она, как бы, меня, в общем-то, не света зовут Вот Все, спасибо, ребят, большое за внимание Увидимся уже на самой обнове Вот И будем играть уже с самим новым персонажем Заваном Эсканором Ультимейт Просто ульта Для всех персонажей, которые сейчас есть Хороший чапалах он дал всем персонажам Потому что чертовски сильный Спасибо большое за внимание До скорого Ставьте лайки, подписывайтесь на канал И ждите Я, возможно, все буду освещать через Дискорд Когда я что буду включаться Либо следите за Ютуб-каналом Там колокольчик можете обновить Для того, чтобы вам приходило оповещение Покеда Субтитры сделал DimaTorzok